МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время для новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. Количество обстрелов вдоль линии соприкосновения уменьшилось. В минувшие сутки штаб АТО зафиксировал 15 нарушений. Наиболее неспокойно на Луганщине. Под огонь минометов попали окраины Крымского. Орудия там не смолкали около часа. Вблизи счастья стреляли из зенитных установок. А в станице Луганска из крупнокалиберных пулеметов. На Приморском направлении боевые действия велись в Толоковке и Водяном. В Авдеевке и Крымском ранены двое украинских военных. Один погиб. Он подорвался на мине под песками. Больше украинских каналов на Донбассе. В Луганской области установили самую большую телевышку в регионе высотой 135 метров. Вскоре 8 украинских телеканалов и 4 радиостанции будут транслировать в радиусе 60 километров. Сигнал будет достигать неподконтрольных Луганска, Алчевска и Стаханово. Деньги на строительство 18 миллионов гривен выделили из областного бюджета. Осталось только установить антенны и радиопередатчики. Запустить вышку планируют к Дню Независимости. Ключевое завдание для нас – это обеспечить приемы украинских телеканалов и радиостанций в эфире безпосередно на белых плямах, безпосередно на линии размежевания. То есть, весь Новоайдарский район и Место Счастья, и в том числе Станица Луганская. Разбили бутылку вина или даже телевизор в супермаркете – не переживайте по закону, к вам никаких претензий. Правда, об этом знают далеко не все покупатели. Почему не надо платить за нечаянно поврежденный товар, расскажет Ксения Середа. Выбирала полусладкое, купила полуразбитое. Наталья не понаслышке знает, что такое отдать деньги за испорченный товар в супермаркете. Я выбирала вино, держала бутылку в руках, хотела купить. И в этот момент женщина меня случайно подбила, и бутылка упала и разбилась. Сразу же подошли охранники, попросили меня оплатить, поскольку оно стоило недорого, чтобы не поднимать скандал. И хотя это была не моя вина, я согласилась оплатить. Похожая ситуация произошла и с Тимуром. Однако платить за товар он категорически отказался. Бутылка не разбилась, но потеряла товарный вид. Начала протекать. Охранники требовали пройти на кассу и возместить убытки. Но по закону делать этого не имели права, говорит юрист. Заставить платить за испорченный товар магазин может, но только если докажет в суде, что покупатель сделал это намеренно. Такие случаи встречаются редко, ведь услуги адвоката будут стоить в разы больше, чем разбитый телевизор или бутылка вина. Ксения Середа, Тарас Мышак. Специально для телеканала Донбасс. 500 литров контрафактного алкоголя на сумму 70 тысяч гривен изъяли правоохранители в Мирнограде. Вино, виски и водку неустановленного производства разливал семейный подряд мать и сын. Сбывали поддельные спиртные напитки местным жителям. После употребления паленки людям становилось плохо. Пострадавшие обратились в полицию и прокуратуру. Это и помогло выйти на след злоумышленников. Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы. Более тысячи боеприпасов, 80 единиц огнестрельного оружия, полсотни гранатометов, 60 килограммов взрывчатки и около 50 тысяч патронов. Столько изъяли правоохранители с начала года на Донечене. Сейчас в области проходит месячник добровольной сдачи оружия. Граждане, которые принесут боеприпасы и взрывоопасные предметы в полицию до конца августа, смогут избежать уголовной ответственности за незаконное хранение оружия. В ходе первых пяти дней проведения месячника добровольной сдачи оружия гражданами было сдано 24 единицы оружия. Из них 13 единиц охотничьего гладкостольного оружия. Управление газового хозяйства Славянска намерено оставить без газа более 200 жителей. Вентиль одного из общежитий обещали перекрыть за долги. Но людей об этом даже не предупредили. В ситуации разбиралась Мария Сергеева. Наша единственная печка газовая, на которой мы готовим кушать, на которой мы греем воду, чтобы постирать, помыться. За 170 тысяч гривен долга Горгаз решил перекрыть вентиль в общежитии завода Слав Тяжмаш. Здесь живут 200 человек. О своем решении руководство предприятия на аппаратном совещании оповестило всех, кроме самих жильцов. Нет, нас никто не предупреждал. Ольга 40 лет проработала на заводе и уже четверть века живет сыном здесь, в тесной комнатушке. Женщина исправно оплачивает коммуналку, но куда идут деньги, не знает. Абонентских книжек нет, платят наличными в бухгалтерию. В 2015-м завод прекратил свою производственную деятельность. На предприятии сменился собственник. Теперь отключение в общежитии не редкость. В любой момент придут и нам и свет отключат, и воду перекроют. Нам уже сколько раз воду перекрывали. Среди жильцов бывшие работники завода, переселенцы, инвалиды и многодетные семьи. Большинство из них оформили субсидии. Татьяна – переселенка из Горловки. Социальное пособие тратит на оплату жилья. Мы оттуда сбежали сюда. У меня сын инвалид по зрению. А вот куда? Из Горловки. Он работать физически не может тоже. Получаем вот эти переселенческие. Переселен от газ. Ну а что это мы будем? А как же мы будем жить? Как же нам кушать? А я всю жизнь на заводе отработала. В горячем цепле 30 лет. В управлении газового хозяйства объясняют, погашения долго добиваются уже больше года. На многократные обращения о его реструктуризации собственник общежития не реагирует. На крайнюю меру решились, чтобы задолженность не увеличивалась. Принято решение о отключении. Но поскольку произошла конфликтная ситуация, мы пошли людям навстречу. Они стали отключать общежитие до выяснения всех абсолютных обстоятельств. В местной администрации выход из ситуации ищут уже полгода. За это время подготовили документы для передачи здания в коммунальную собственность. Но из-за долгов за коммуналку на имущество завода суд наложил арест. Мы со своей стороны вышли на руководство облгаза. Пообещали, что мы там принимаем, тоже ведем переговоры. Пытаемся достучаться до собственника, чтобы начать процедуру освободить. Под арест данное здание и продолжить процедуру приемки в коммунальную собственность. Юридический казус заключается в том, что на руках у людей есть платежки за оплату коммунальных услуг. Но отключить их могут в любой момент. За воду, свет и газ, собственник задолжал больше полумиллиона гривен. Вину возлагает на злостных неплательщиков. И обещает поспособствовать передаче общежития в коммунальную собственность. Систематически оплачивает процентов 23, не больше. Юридический подготавливает документы для подачи непосредственно в суд. Именно по закону для передачи в коммунальную собственность. Пока же 200 человек остаются заложниками ситуации. Мария Сергеева, Сергей Чекрыгин, телеканал Донбасс. Сегодня Владик Путин может ходить и даже разговаривать. А еще два года назад он был на грани жизни и смерти. Сюда влетел осколок, а здесь доставали. В январе 2015-го, после одного из обстрелов Авдеевки, мальчик получил осколочное ранение в голову. Ребенок пережил две комы. После ранения, получается, у него нарушено 60% головного мозга. Девять дней он провел в коме. Через полгода ему вставляли титановые пластины. Помощь в лечении сына Путин им оказал штаб Рената Ахметова. И уже во второй раз он проходит курс реабилитации по специальной программе. Спасибо огромное Ренату Леонидовичу. Лечение он помогал, реабилитация помогает. Также нам подарили для занятий его специальные снаряды спортивные. Лестницу, арбитрек. Поддержка тяжело больных и раненых детей Донбасса в приоритете работы гуманитарного штаба. За три года помощь лекарствами и в проведении операций получили более 4 тысяч мальчиков и девочек в рамках программы «Адресная помощь». А все началось в августе 2014-го, когда стал очевиден масштаб беды, в которой оказались миллионы людей. Ренат Леонидович Ахметов принял решение объединить ресурсы. Команду фонда, ресурсы футбольного клуба «Шахтер» и все бизнес-активы группы СКМ. Он сформулировал тогда «Перед нами главную цель создания гуманитарного штаба – помочь выжить мирному населению Донбасса и не допустить гуманитарную катастрофу». Была организована масштабная логистическая система по доставке продуктовых гуманитарных грузов. 5 тысяч волонтеров приняли участие в спасении мирных жителей. Реально людям было нечего есть. И реально людей пугал завтрашний день, потому что вот они одни, кругом беда. В тот момент, когда пришла первая фура, люди не имели даже какого-то минимума запасов. В Донецкой и Луганской областях работают 25 стационарных пунктов выдачи. В серую зону помощь Ахметова людям регулярно привозят мобильные бригады. Только их силами раздали более 350 тысяч наборов выживания в сотнях населенных пунктов. Помощь Рената Ахметова стала крупнейшей гуманитарной миссией на востоке Украины. Мы отправили в зону военного конфликта 304 автоколонны с гуманитарной помощью. Доставили более 130 тысяч тонн продуктов. Мы выдали 11 миллионов 830 тысяч наборов выживания. Благодаря системной помощи Ахметова за три года было спасено более 1 миллиона 150 тысяч человеческих жизней. Виктория Чистюхина, Евгений Якунин для телеканала Донбасс. Если книжка тонкая, а фотография страшная, значит это паспорт. Эта бородатая шутка остается актуальной во все времена. Почему фото на паспорт, как правило, имеет мало общего с оригиналом и как получаться на снимке хорошо, расскажет Ольга Гуско. Голова, как огурец. Таким высоким лбом эту девушку наградила не природа, а паспортная служба. Документ с искривленной фотографией молодой американки выдали чиновники. В том, что снимок не соответствует действительности, предложил убедиться ее парень. Выложил в интернет оригинал. Это случай экстремальный. Но и в Украине такие инциденты случаются часто. Екатерина любуется фотографией сына на свеженьком загранпаспорте. Зато свою показывает неохотно. Хотелось бы несколько кадров сделать, а потом, наверное, из трех-четырех выбрать. Дмитрий на фото выглядит иначе, чем в жизни. Говорит, из-за этого случаются проблемы при прохождении таможенного контроля. Пограничники не всегда верят, что на фото изображен настоящий владелец паспорта. Поэтому приходится предъявлять дополнительные удостоверения. Просили, говорят, а нет ли у вас еще, извините, культурная, нет ли у вас фотографии, подтверждающие документ вот этот. У меня были водительские еще с собой. Всегда возил водительские. Алине свои снимки на документах не нравятся, а фотографы упрекают девушку за излишнюю улыбчивость в кадре. Сейчас мне, нет, конечно, мне сейчас не нравятся фотографии, потому что страшно смотреть, как говорится. Недовольные те, которые меня фотографируют, потому что я улыбаюсь иногда на фотографии. Чтобы лицо на паспорте радовало глаз еще много лет, у украинцев есть собственные рецепты. Бегаешься, веродишься, все это диск выходит в суперкласс. Это был день рождения, поэтому я, да, конечно, была красива. С хорошим настроением фотографироваться, все будет хорошо тогда. А вот мужчины менее прихотливы. Ну, элементарно помыть голову. Расчесав все и пишет. Анатолий уже 10 лет делает фото на документы и дает дельные советы. Во-первых, никаких снимков утром и вечером. Лучше приходить днем, когда есть силы. Подумать о чем-то приятном, то есть какое-то свидание вспомнить приятное или событие. Если есть плохое настроение, лучше вообще не фотографироваться. Блеск лица и мелкие дефекты не страшно. Цвет кожи и даже одежду фотограф может изменить при вас. Но когда речь идет о загранпаспорте или водительском удостоверении, такая услуга отсутствует. Потому что фотографию делают сразу перед оформлением документов. В этом случае спасает макияж. Визажисты советуют женщинам прежде всего выравнивать тон лица и выбирать теплые цвета косметики. Ведь освещение в студии меняет краски. Если мы будем использовать такой вот открытый розовый оттенок для макияжа на фото, то за счет того, что из этого розового уйдет желтый, он будет смотреться более холодным, таким сиренево-голубым. Опудриться перед фотографией на документ стоит не только женщинам, но и мужчинам. Ольга Гуско, Евгения Овсеенко, специальный для телеканала «Донбасс». Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин